Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, где вы узнаете самые свежие новости из мира бокса и ММА. Выпуски у нас выходят каждый день и без рекламы, так что спокойно смотри это видео до самого конца. Всем большое спасибо за поддержку, мы начинаем! Погнали! UFC завершил турниры в США во время пандемии. Промоушен провел заключительный UFC on ESPN12. Следующий ивент будет уже на Байцовском острове, в Абу-Даби. И какой же он получился ядерный? В главном бою подрались Дастин Порье и Дэн Хукер. Топовые легковесы закатили 5-раундовую войну, а инициатива прыгала от одного к другому. Порье выиграл единогласным решением судей и закрыл поражение от Хабиба. Скорее всего дальше ультра-насилие с Тони Фергюсоном. Бой Порье-Хукер был признан лучшим поединком вечера. Спортсмены получили по 50 тысяч долларов бонусом. При этом противостояние уже включили список номинантов на лучший бой года. Чемпион WBC в первом легком весе Мигель Бетчель 27 июня в Мехико успешно вернулся на ринг после пандемии, победив в нетитульном поединке или Асара Виленсуэлу техническим нокаутом в шестом раунде. Промоутер Эдди Хирн рассказал о ходе переговоров с Бобом Арумом и о том, когда стоит ждать встречу Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри. В четверг мы с Бобом Арумом хорошо пообщались. Все продвигается гладко, у нас были разные заявления, но мы оба хотим устроить самый большой бой всех времен. Мы движемся вперед, обсудили многие элементы сделки и смотрим на лето 2021 года. Бывший тренер Геннадия Головкина Абель Санчес снова прокомментировал их расставание и поделился своим видением такой ситуации. «Если ты хочешь что-то сделать правильно, тебе нужно для этого нанять правильных людей и заплатить им правильную компенсацию. Мы даем боксерам все свои знания, вообще все, на протяжении всех этих трудных дней. Если они хотят дать нам пинка и выкинуть за дверь, мы не получим конечной выгоды», – говорит Санчес. Журналист ESPbox.com Йоанн Оттермен сравнил Геннадия Головкина в ринге и за его пределами. Головкин всегда знает, что нужно делать, чтобы победить. Его взгляд трансформируется. Сначала он как у акулы, которые пахнет кровью своих жертв, а как только пролучал гонг, он мутирует обратно в любящего отца Геннадия. Настало время поиграть с детьми и сесть немного говядины с женой. Он хороший человек, хотя кто-то не любит, что он делает, но он лучший в этом. Журналист Шон Джон считает, что Сауль Альварес сомневается в своих способностях против топовых соперников. Сондерс – самый слабый соперник для Канело из всех возможных бойцов. Тот факт, что Канело ввел переговоры именно с ним, дает вам представление о его вере в себя. Если бы Канело считал, что может побить лучших в 168 и 175 фунтах, то он бы не преследовал легкобьющего Сондерса. Новая положительная допинг-проба Джаррела Миллера содержит тот же запрещенный препарат Эндуробол, который был обнаружен в допинг-пробах боксера год назад, сообщает The Ring. Компания TopRank надеется сохранить главный бой вечера 9 июля, и сейчас Джерри Форесту ищет нового соперника. По информации журналиста Майка Копиджера, Карл Стакам согласился заменить Джаррела Миллера. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, продолжает подготовку к поединку против Джастина Гейджи в компании Зубайры Тухугова. А на этом у меня все, друзья. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Ну и подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте ваши лайки. Всем крепкого здоровья и удачного дня!